Всем привет! У нас 32 занятие и разбираем мелодию. Собственно, мелодия называется В лесу родилась елочка. Но мелодия сделана, не знаю кто делал данную аранжировку. На самом деле очень такая хорошая, простая. Вот как раз в таком традиционном фингерстайл стиле со свинговым ритмом. В общем, хорошо, рекомендую обязательно ее сыграть, тем более, что она очень легкая. Давайте для начала как звучит данная мелодия. Первая фраза. Зажимаете пятую струну на третьем ладу и играете третью, потом пятая с первой, а потом три, один, три. Но неровно сразу старайтесь, а... вторая фраза. Зажимаете шестую и вторую на третью ладу. Шестая со второй, потом первая, третья и вторая. Получается первая фраза. Вторая фраза. Третья фраза. Вторая струна. Пятая струна. На... Ну, видно, да? На втором ладу... На первом ладу вторая струна и на третьем ладу пятая. Играете две эти струны, а дальше на третьей струне. Ноль, два, ноль. И шестая струна на третьем ладу. Получилось... Опять. Ноль, два, ноль. Дальше повторяется первая фраза. Зажав пятую струну. Пятая с первой. Три. Один, три. Дальше. Наверное, самое сложное во всей мелодии сделать вот этот переход. Зажимаете четвертую струну на третьем ладу и первую струну на первом ладу. Играете. Можете здесь сразу зажимать вторую струну. Но это получается у вас как бы так... Совсем маленькая, но бары две струны одним пальцем. То есть вторая тоже у вас должна звучать на первом ладу. Пятая лад на первой струне. Или так. Если соединить вот уже, начиная со второй части. Дальше. Четвертая на втором. Вторая на третьем. Четвертый бас. Два. Один. Два. Потом вот так вот спускаете ниже. Получается первая на третьем. И вторая на втором. Пятый бас. И три два один. Давайте попробуем отдельно вторую часть полностью. Следующая часть. Нажимаете третью и вторую струну. Ну, вторую. Третью струну на втором ладу. Вторую струну на первом. Играете одновременно с басом. Четвертую и третью играете. А потом. Два. Дри. Два. Как я вам показываю, старайтесь вот именно так вот эти мини-фразы и заучивать запоминать. То есть вот сейчас вы взяли. Нажали на паузу. То есть видео дальше не продолжается. И играете. И так со всеми предыдущими. Вот маленькими кусочками. То есть играете его 5, 10, 20, 30 раз. Чтобы у вас пальцы запомнили. Потом сыграете вторую фразу. Соедините вместе. Попробуйте. Сыграть. Для многих проблема не сложность материала, а неправильный подход к изучению. Пытаются, не будучи еще подготовленными, сразу от начала до конца проиграть. Конечно, пальцы здесь не запоминают ничего. И три раза, четыре, пять раз сыграть данную мелодию – это ничто. Надо каждую фразу сыграть раз под 10, потом соединив две фразы сыграть еще 10 раз, потом соединив… Ну и так далее. Общая сложность у вас набегает приличное количество раз, проигранная эта мелодия. И благодаря этому вы ее запоминаете и учите. Конечно, чем вы лучше играете, тем меньше вам на это требуется времени. И в конце концов вы сможете, что называется, с листа играть. Но для этого вы должны большую работу проделать по разбору данных мелодий. Так, дальше. Дальше. Шестая на третьем ладу. Первая на первом ладу. Шестая с первой. Три. Один. Два. Два. Получается. Следующая. Пятая. И первая. Третья струна. И на второй струне. Три. Один. Дальше. Пятый бас. И три-два-три. Зажатый на втором ладу и на первом ладу. Дальше. Четвёртая с первой. Третья. Первая. Третья. Все полностью от начала до конца. Только после того, как вы запомнили, выучили отдельные фразы, попытались их поиграть без ритма, конечно, какое-то время на запоминание потратил. Три-два-три-два-один. Третья. Субтитры создавал DimaTorzok